В эфире информационная программа День города, студия Лёны Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Сколько времени до конца урока? Учительница под Рязанью побила школьника учебником по голове. Общественность встает на сторону преподавателя. Нет хамству и курению. Водителя маршрутки оштрафовали за оскорбление пассажира. В Касимове избрали нового главу муниципального образования, а в Рязанском Кремле сварили сразу несколько разновидностей каши. Конфликт между пассажиркой и водителем маршрутного такси, видеозапись которого попала в интернет, вызвала большой общественный резонанс и дошел до властей города. Инцидент обсудили в городской администрации. Причиной конфликта, напомню, стало курение водителя в салоне маршрутного такси, а на просьбу выбросить сигарету водитель пассажирки нахамил. Вышли. Давайте, 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 давайте. Больше, больше. Водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Об этом сообщает сайт администрации. На внеплановое совещание чиновники пригласили работодателя, которому предложили привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а со всем водительским составом предприятия провести внеочередной инструктаж о культуре обращения с пассажирами, а также о категорическом запрете курения в салоне автобуса. Другой скандальный ролик в интернете сегодня только начал набирать обороты. В сельской школе в Старожиловском районе учительница во время урока несколько раз ударила старшеклассника учебником по голове. Причем очевидно, что до конфликта довел сам подросток. На кадрах видно, как учитель ругает школьника, тот, в свою очередь, ей хамит. В результате женщина не выдерживает, начинает стучать по парте, а затем ударяет ученика дважды учебником по голове. После появления в сети этого видео полиция начала проверку по факту случившегося. Сотрудники ОМВД России по Рязанской области совместно с представителями других ответственных ведомств приступили к проведению проверки в связи с инцидентом в школе села Исте Старожиловского района. Сегодня утром в сети интернет получил распространение видеоролик, где во время урока после словесной ссоры учитель несколько раз ударил учащегося. Любопытны комментарии рязанцев. Многие интернет-пользователи встали на сторону учителя. «Нормы поведения надо не только учителям, но и ученикам соблюдать. Я более чем уверен, что он сам спровоцировал учителя. Тем самым довел ее до того, что видно на видео. И нечего тут слюной кидаться. Он сам виноват. Это правда не оправдывает учителя. Правило есть правило, и детей бить нельзя. Но по справедливости я на стороне учителя». «Был бы это мой сын, я бы ему еще дома добавил, чтобы не доводил учителя до такого состояния». Новый учебный год только стартовал, и сентябрь еще не успел даже закончиться. А подобные случаи уже не первые. В Санкт-Петербурге учительница написала на лбу ребенка слово «дурак». И там тоже родители встали на защиту преподавателя. «Учителей всегда как бы жалко, поскольку работа с нашими чадами. Мы же своих тоже детей знаем. Многие дети, многие родители понимают, что отправив ребенка, с которым они не знают, что делать дома, в школу, где там целый ряд таких проблемных, возможно, подростков, то, конечно, учителя это должен быть просто ас высшего пилотажа, налаживание меж вот этих личностных контактов, чтобы вот этот взрыв не произошел, чтобы учитель тем более не сорвался». Почему нервы стали так рано сдавать и у детей, и у преподавателей, и что с такими темпами будет к концу учебного года, пока представить трудно. К другим темам. На парковке в центре города могут увеличить бесплатное время стоянки до получаса. Обсуждение этого вопроса состоялось в четверг на заседании Гордумы. Напомним, что сейчас бесплатно припарковаться на центральных рязанских улицах можно всего лишь на 15 минут. В Касимове избрали нового главу муниципального образования. В должность вступила Галина Абрамова, директор местного педагогического колледжа. Подробности в материале наших касимовских коллег. Первое заседание Касимовской городской думы 7-го созыва прошло 27 сентября в зале физкультурно-спортивного комплекса «Лидер». Из 20 избранных по смешанной системе депутатов на отчетное мероприятие пришло 19. Ольга Шибаева по объективным причинам отсутствовала. До начала мероприятия избранники общались, шутили, делились планами на будущее. Началось заседание с вручения удостоверений депутатов Касимовской городской думы. Сучков Александр Владимирович. В городской думе вновь большинство депутатов представляют партию «Единая Россия» 16 из 20. Два депутата представляют КПРФ по одному «Справедливую Россию» и ЛДПР. Предшествовала первому заседанию Касимовской городской думы конференция правящей партии. На ней 32 делегата, в числе которых были и высокопоставленные единороссы из областного центра. Абсолютным большинством голосов от партии «Единая Россия» на пост главы муниципального образования городской округ город Касимов выдвинули Галину Абрамову. Галина Ивановна очень достойная. Мы разбирали. Наша конференция партийная рекомендовала Галину Ивановну, потому что очень уважаемый здесь человек в Касимове. И на фракции было решено единогласно ее поддержать, ну и за исключением одного воздержавшегося, который решил выдвинуть свою кандидатуру, нарушив дисциплину фракционную. Нарушившим фракционную дисциплину и выдвинувшим свою кандидатуру на пост главы стал Григорий Данилов. Таким образом, 19 присутствующим народным избранникам необходимо было выбрать главу города из двух кандидатур, большинством от общего числа депутатов. Простым языком, победителю необходимо было набрать 11 голосов. По регламенту заседания депутаты делали свой выбор тайным голосованием. Первый круг выявил лидера. Им стала Галина Абрамова. Во втором туре в бюллетене осталась только ее кандидатура. Депутатам предстояло либо поддержать ее, либо отклонить. Число бюллетеней обнаружено в ящике для голосования 19. Число действительных бюллетеней 19. Число недействительных 0. Результаты голосования Абрамова Галина Ивановна за 15 против 4. Первое заседание Касимовской городской думы по традиции возглавляет опытнейший депутат нового созыва. Им стал Александр Щербаков, которому и было поручено надеть вновь избранному главе церемониальную цепь. Отметим, что главой города впервые стала женщина. На этом посту Галина Абрамова сменила Федора Провоторова. Все депутаты, которые заняли депутатские мандаты, очень достойные. Все люди опытные, состоявшиеся. Поэтому решать проблемы, которые предстоят городу Касиму, есть кому. Новоиспеченная глава города держалась абсолютно спокойно, как и подавает человеку, занимающему столь высокий пост. Результат голосования показал абсолютную поддержку со стороны народных избранников новому главе. Сегодня для меня очень важный, ответственный день в жизни. Сегодня я принимаю очень большую ответственность, потому что испытываю, что я теперь отвечаю не только за благополучие своего коллектива, но и за благополучие жителей всего города Касимова. Я подкреплена их надеждой, я подкреплена их доверием, и поэтому приложу все свои силы, приложу все свои знания, опыт, усердие, трудолюбие и энергию на благо процветания города Касимова. Глава муниципального образования городской округ город Касимов выбран. Им стала Галина Ивановна Абрамова. Ну а кто станет главой администрации города, узнаем совсем скоро. Конкурс на эту должность будет объявлен в октябре и будет опубликован на сайте городской администрации. Рязанские аграрии поставили рекорд по сбору зерна. Отметка превысила 2 миллиона тонн. Это наивысший показатель за всю современную историю регионального агропромышленного комплекса. На сегодня в регионе убрали более 90% всех земель. В амбары в этом году отправили свыше 2 миллионов тонн зерна. Это рекордная цифра за всю историю сельского хозяйства области. Свои достижения прошлых лет фермеры превзошли на треть. В этом году у нас валовый сбор практически рекордный. Ожидается за всю историю рязанского земледелия. У нас два года превышал 2 миллиона тонн. Это в 1973 году 2 миллиона 290 тонн было намолочено. И в 1987 году 2 миллиона 127 тысяч тонн. На сегодняшнюю дату у нас уже 2 миллиона 80 тысяч тонн намолочено. Наивысших показателей урожайности добились Александроневские и Сараевские районы. Среди лидеров по валовому сбору – Рыбновские, Михайловские, Захаровские и Кораблинские. Средняя урожайность по региону – около 40 центнеров с гектара. Это выше прошлогоднего показателя на 8 центнеров. Но в рекордном урожае хлеба фермеры видят и минус. При обилии зерновых их стоимость может резко упасть. Пока цены держатся на уровне прошлого года. Все фазимы на следующий урожай сейчас в самом разгаре. Солдатская, Бабкино, Свадебная и даже Поминальная – все эти названия принадлежат кашам, которые накануне варили в Рязанском Кремле. Так отметили Всемирный день туризма. Отведала все виды исконно русского блюда Ирина Ковалева. Согласитесь, гораздо интереснее не просто пройтись с обзорной экскурсией и познакомиться с главными экспонатами музея, но и стать участником целого представления. Именно такую возможность дарит историко-архитектурный музей-заповедник рязанцам и гостям города. Теперь в их арсенале появилась новая анимационная программа, посвященная исконно русскому блюду, которое на протяжении многих веков было главным на столе наших предков. Каша на все времена – это целое представление, полностью построенное на этнографическом материале Рязанского края. Здесь гости музея смогут не только узнать, но и попробовать пять видов каш, которые, по сути, сопровождали наших предков на протяжении всей жизни. Пожалуй, больше всего обрядов было связано с крестинами. Кому-то из гостей в ходе программы доведется побывать в роли родителей, кому-то – в роли крестных, но самое главное в этом действии – крестильная каша, которую еще называли «бабкиной». Ведь, согласно обычаю, варила ее бабка-повитуха. Специальную кашу готовили и на свадьбу, а также к большим церковным праздникам. Называлась она «Кутья». Рис с изюмом и с нодом. Кутью ели также еще и в Великий пост. Больше всего гостям понравилась каша рязанская, которую традиционно готовили с добавлением тыквы. Также участники анимационной программы попробовали солдатскую кашу и услышали историю появления ее рецепта. Солдатская каша, она не народная. Ее придумал Александр Васильевич Суворов. В одном из походов к нему пришел полковой повар и сказал, что всякой крупы есть понемножку, но ни одной недостаточно, чтобы сварить на всю войско. И он тогда сказал, а вы смешайте все вместе, все крупы. И каша получилась вкусная. Помимо каши, гостям предлагали исконно русские напитки, клюквенный морс и сбитень, а также сладкие пирожки. Первыми, кто оценил новую анимационную программу Рязанского Кремля, стали представители туристических агентств. После окончания действия руководство музея выслушало замечания и предложения гостей, но их было немного. В основном от программы приглашенные были в восторге. Понравилось все. Программа насыщенная, разнообразная очень. За это время короткое. И исторически какие-то интересные вещи узнали, и попробовали, и поучаствовали в интерактиве самом. На мой взгляд, пользуются большим спросом и у семейных посетителей, и у школьников, и у всех, потому что любят люди поучаствовать в интерактивной какой-то программе и попробовать, чтобы их кормили, и узнать что-то новое. Тем более, что речь шла о традиционной рязанской пище. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. Наверняка каша на все времена станет прекрасным дополнением к основным экскурсиям, которые на сегодняшний день предлагают рязанцам и гостям города в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ежедневно инспекторам попадаются по полсотни любителей затемненных стекол. Подобные рейды на территории города проходят регулярно. В их рамках выявляют десятки подобных нарушений. Кто-то снимает тонировку на месте, а кому-то сотрудники ДПС выносят предписание устранить пленку в течение суток. Правда, некоторые водители в дальнейшем возвращают ее на место. При составлении административного материала водителю предлагается устранить данное административное правонарушение на месте. Если водитель отказывается это сделать, инспекторам ДПС выносится определение о прекращении административного правонарушения, в соответствии с которым водитель в течение суток обязан устранить тонировку в данной ситуации. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что в случае, если автолюбитель тонировку так и не устранил, административные изыскания приобретают иные масштабы, вплоть до ареста на 15 суток. Ни для кого не секрет, что дороги нашего города оставляют желать лучшего. И если главные дороги города отремонтированы, то большинство дворовых так и остались в плачевном состоянии. Но строительная компания «Капитал-строитель жилья» взяла ситуацию в свои руки. Не пройти, не проехать. Именно так можно было охарактеризовать одну из дорог на улице Зубковой. Расположенная у жилищного комплекса Соловушка, она доставила массу неудобств, как водителям, так и пешеходам. В конце сентября ситуация кардинально изменилась. За дело взялась строительная компания «Капитал-строитель жилья». Мы сделали ливневую канализацию, чтобы вода уходила. И теперь прокладываем новую дорогу. Мы заботимся о своих дольщиках, ведь подъезд к дому – это самое важное. Сейчас идут работы по строительству новой дороги на этом участке. Проходят они за счет собственных средств строительной компании «Капитал-строитель жилья». В ближайшее время здесь появится 800 метров совершенно нового дорожного полотна. Я сам являюсь дольщиком этого дома. Моя квартира находится во вторую очередь строительства. Планирую в этом году отметить новоселье. «Капитал-строитель жилья» заботится о своих дольщиках и отстаивает интересы жителей своих домов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Технологии бережливого производства осваивают врачи. На базе Рязанского государственного медицинского университета 33 специалиста из нескольких федеральных округов проходят первый этап обучения. Кто и о чем рассказал молодым специалистам, смотрите в нашем сюжете. Яркие схемы составили молодые врачи. В течение четырех дней они анализировали процессы, происходящие в обычных поликлиниках и вузах, и пытались их оптимизировать. Сегодня готовые решения участники рабочих групп презентуют экспертной комиссией во главе с ректором Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Романом Калининым. Здесь сразу появляется даже просто вопрос, когда мы вообще проводили в принципе такую работу по фундаментальному анализу различных совершенно проектов, вот от закупки лекарственных средств до каких-то других проектов, касающих уже рутинной деятельности университета. То есть это не только здравоохранение, да в принципе внедрение линтехнологий в систему Министерства здравоохранения Российской Федерации, в вузы, неотъемлемая часть ее. Эта технология называется бережливое производство. Ее основы и практические инструменты молодым специалистам рассказывают сотрудники Росатома. Образовательная программа началась в июле и продлится до мая следующего года. За это время врачи смогут перенять десятилетний опыт работы отечественных и зарубежных специалистов. Они пройдут три образовательных модуля, первый из которых стартовал в нашем городе на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Большую часть времени мы провели в поле, вот вы видите продукты нашей полевой работы, это так называемая карта потока, были замеры взаимодействия с людьми, наши лидеры сами ногами ходили по потоку, изучали его, изучали проблематику потоков и мы генерировали здесь решение. Обучение проходят представители порядка 40 вузов из 9 федеральных округов. Молодые люди и девушки прошли жесткий отбор. Каждый из них уже применяет технологии бережливого производства в родных городах. Дмитрий Крошко приехал из Ставрополя. Ассистент кафедры академической стоматологии анализирует, как происходит обеспечение лаборатории реагентами и расходными материалами. Здесь мы работаем практически и вся наша работа нацелена на приобретение компетенций, то есть на работу руками и работу головой. Это то, что навсегда останется в нашей подкорке и то, что мы никогда не потеряем. Следующие образовательные модули врачи пройдут в Томске и Санкт-Петербурге. Помимо этого молодые люди смогут развить лидерские качества, пройдут курсы команды образования, психологии конфликтов и другие важные тренинги. Однако обучение – это лишь первый шаг, основная задача – внедрить полученные знания в родных городах. По словам референта Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Елены Семеновой, вернувшись на родину, лидеры бережливого производства в сфере здравоохранения создадут учебные центры в своих вузах. Впоследствии на базе этих центров новые лидеры будут готовить по утвержденным и адаптированным образовательным программам уже других коллег, которым нужны подобные компетенции. Таким образом, знания, умения и навыки линтехнологий будут транслироваться на другие организации и территории, тем самым увеличив охват бережливостью. Ведь технологии бережливого производства – основа эффективной работы. Она необходима, чтобы посетители больниц и поликлиник тратили минимальное количество своего времени, а узкие специалисты могли заниматься их здоровьем, а не заполнением многочисленных бумаг. И напоследок проиграть не в сухую английскому Манчестеру Юнайтед в матче Лиги чемпионов российскому ЦСКА помог рязанец Константин Кучаев. 19-летний футболист вышел на замену на 84-й минуте при счете 0-4 и на 90-й минуте сумел забить гол престижа. В итоге встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу английского суперклуба. Этот гол стал не только первым для Кучаева в Лиге чемпионов, но и первым результативным действием за основную команду ЦСКА в официальном матче. И на этом у меня все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем официальном сайте. Город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Караси. Субтитры создавал DimaTorzok